Вот здесь, в этой комнате я живу. Я вот на этом, как бы сказать, я не знаю, сплю, вот это место. Я сплю. А вещи у меня, у меня шкафа нет, ничего нет. Несколько лет назад Сагныш Жумашева приехала из Талдыкургана в Алматы в поисках лучшей доли. На ее зарплату в 260 долларов, сегодня в мегаполисе можно снять лишь уголок без удобств. А чтобы накопить средства на жилье с нынешними ценами, ей придется работать 40 лет. Вот так вот я вот живу вот в этой квартире и постоянно я переезжаю из квартиры в квартиру, так как моя заработная плата не позволяет снимать улучшенную квартиру. Вот я сейчас живу вот в этой комнате, соседняя моя тоже женщина с двумя взрослыми детьми, она тоже как бы с подселением живет. И ну вот, вот такое вот положение. Наиболее дорого арендное жилье в Астане и Алматы. При этом, согласно данным агентства по статистике, с каждым месяцем оно становится еще недоступнее для большинства алматинцев. По данным крупного агентства по недвижимости, в Алматы средняя арендная стоимость квартиры составляет примерно 164 тысячи тенге или 1092 доллара в месяц. При этом в сегменте дорогого жилья эта цена доходит до 260 тысяч тенге, то есть более чем 1700 долларов. Приобрести личное жилье многим казахстанцам не по карману. По данным исследований, более 90% населения не могут обеспечить себе нормальные жилищные условия. В Казахстане на бесплатную квартиру могут претендовать только ветераны ВОВ. Остальное социальное жилье рассчитано на ипотеку. При этом только в Алматы более 14 тысяч семей стоят в очереди за муниципальным жильем. Это вторая комната квартира. Пойдем. В асантехнике там все стоит. Газовета стоит. Все стоит. Ванна. Все это есть. Тепло зимой. Никто не жаловался. Вот они, муниципальные квартиры на окраине города. Все условия для комфортной жизни. Муталиб Аршамов – один из строителей этих домов. Он уверяет, что качество соответствует международным стандартам. Качество. Монолин. Никто не жаловался. Все нормально. Удобно в зиму. Доступно жилья. Чтобы получить социальное жилье, родители Зухры Ахметовой встали в очередь еще 30 лет назад. И только полгода назад им удалось получить собственную квартиру. Правда, к сожалению, только однокомнатную. Что плохо, то, что нам дали маленькую. То есть однокомнатную. Ой, блин. Проебите. Хотя, по идее, у нас однокомнатные дети. Качество не все 100%, но считается, что нормально. 10 июля в Алматы стартует очередная госпрограмма доступного жилья для молодых семей. По словам начальника управления жилья Алматы Кайрата Нуркоделова, на квартиры в рассрочку могут претендовать только семьи возрастом до 29 лет, состоящие в браке более двух лет, имеющие как минимум одного ребенка. А остальным придется рассчитывать только на себя. Академия 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 Академия